Вот, машины стоят, ни одного места свободного нет. Я специально постараюсь, надо мне показывать. Ни одного свободного. Только интересно, правда? А на парковке все они не числятся. А как я определил, что они стоят на халяву? А вот все очень просто. Мы открываем сейчас приложение городские парковки и смотрим, что же мы там увидим. О, как интересно. Друзья, вот интересная картина. Я сейчас нахожусь на площади Ленина в центре города. И, допустим, вот я хочу запарковаться. Ни одного места нет. Ни одного места по факту нет. Вот я случайно заехал, машина выезжала, все заняты. Мы посмотрим, вот если мы хотим сейчас запарковаться здесь, что же он нам скажет, дорогой друг. Вот мы смотрим, 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 смотрим. Вот мы. И вот мы хотим запарковаться. Показывает. Площадь Ленина 15, хотя по факту мы стоим площадью Ленина 14. Как такое может быть? Мест всего 24, свободно 21. Это значит, 3 человека заплатили за парковку, а остальные стоят просто так. Потому что по факту ни одного свободного места здесь нет. Ну вот и на карте мы видим. Нет, на карте мы не видим количество машин. Но вот здесь вот написано. Мест 24, свободно 27. То есть никто не платит. Ребят, правильно я поддерживаю полностью, что за воздух платить не надо. Но я, будучи закон послушным, человек заплатил за 10 минут стоянки, там 20 рублей, сплю спокойно. Хотя, наверное, я не прав. Надо протестовать против этого всего. Либо делать так, чтобы все платили, либо делать так, чтобы порядочные платят, а непорядочные у нас не платят. Вот что получается по факту. Разгадка этой ситуации. Вот почему им не приходит штраф, потому что у них нет номеров. Вот они сняты или заклеены. Алло.